Приветствую вас. Я думаю, вы по жизни много раз слышали такое изречение. Так это же кино. Да, вы совершенно правы. Кино имеет очень существенное влияние на ваше мировоззрение. Сложно даже представить, как интересно это люди жили без кинематографа. Это факт. Да, действительно, фильмы влияют на ваше мировоззрение, на ваше суждение, на ваши выводы. Вот когда я читаю ваши комментарии, так вот скажут, ну, ребята, вы фильмы пересмотрели. Да, 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 это факт. Не, в этом нет ничего плохого, умоляю вас. Фильмы надо смотреть. Мало того, психологи вообще считают, что человеку, ну, знаете, вот, надо пить, спать и так дальше, и смотреть фильмы. Если не будет это делать, ну, это нехорошо. Да. Вот, может быть, слышали случаи, что там некоторые сектанты действительно как бы жили в своем мирку, не смотрели специально никакие фильмы. Не скажу, что чем это хорошим закончилось, обращаю ваше внимание. Так что да, фильм очень хороший. Но как он влияет на ваше мировоззрение, это вообще гениально. Вот смотрите. Практически любой фильм имеет четкую инструкцию. четкую, четкую, художественную, документальную, правильно? Ну, да. И вот что самое интересное, когда вы смотрите художественный фильм, там написано художественный. Вы почему-то считаете, что это документальная хроника. Почему? Не верите? Давайте рассмотрим очень простой вариант. Смотрите. Смотрите вы обычный современный фильм, любовную мелодраму. Классик. Классика жанра. Тем более, действительно, вот, сюжет практически стандартный, но зрители это смотрят. Приходит или девушка, или парень на работу, молодой, или там, скажем, с средних лет, не имеет значения. Встречает, ну, соответственно, другого, девушка или парня, в зависимости, как сюжет раскручен. И начинается любовный флирт с всевозможными преградами. Обязательно. Ну, сюжет, 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 он должен быть такой. Который, в конце концов, решается. Ну, тоже может быть по-разному. Ну, есть фильмы, которые специально заканчиваются хэппи-эндом, а есть специально заканчиваются под вопросом. То есть, уже это уже трюк режиссера. Но так или иначе, вы смотрите, боже. Теперь давайте внимательно посмотрим. Вот этот, по сюжету, молодой человек работает на работе. Посмотрите внимательно. Просто внимательно. Практически он работает на такой самой должности, на которой работаете вы. Да. Понимаете, что самое интересное? Вот он практически весь фильм флиртует. Он вообще ни черта не делает. Ни черта. А вы, приходя на работу, материтесь, ругаетесь. Вас работы завалили. Да сколько можно? Почему я пошел за всех? Странно какие-то. А он ни черта не делает. Бау-тву. Вы постоянно ругаете вашу зарплату. Маленькая, ужасно маленькая. Не, действительно там. А этот. Сорит деньгами, ну вообще. Ребят. Он ни черта не делает весь фильм. Бездельничает. И у него такие бабло. И он может себе позволить все. А почему бы вы это не мать не позволили? Почему? Потому что это художественный фильм. А это реальная жизнь. Смотрите, что вы правильно поняли. История знает. Случай, когда некоторых режиссеры пытались снять реальную жизнь. Не удивляйтесь. Есть тоже такое направление кинематографа, где пытались. Ну это чаще всего, как вам сказать. Гротеск. Это нельзя сделать. Смотрите. Если вы возьмете вообще, снимите настоящий. Вот вы взяли сюжет. Классический офис. Они имеют значение. Украина, Россия, Польша, Германия. Любовь. И все четко. Как и по-настоящему. Фильма не будет. А там ничего интересного. Нет, склоки есть. Склоки есть. Недовольство. Да, есть шутки. Это все тоже есть. Есть какие-то интересные сюжеты. Ну, чтобы он появился. То есть, скука, скука, скука. Чуть-чуть-чуть. Несерьезно. А так, чаще всего, да, работа, работа, работа. Ну, сами подумайте. Представьте, снять художественный фильм, где практически в течение 10 серий вы постоянно обсуждаете, что вам мало платья. Знаете, все скуки сдохнут. Даже 10 в одну серию. Сдохнут. А вы это обсуждаете? Постоянно. Постоянно. Причем как. О, шеф. О, нет. Ну, и что? Это всегда. Это нормально. Зависть. 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 Ну, понимаете, можно один фильм снять про зависть? Ну, снимать. Да это примитивщина. Ну, завидуете вы. Ну, завидуете дальше. Что дальше? Между прочим, вам кто-то завидует. Это. Чепуха. По этой причине, да. Ситуация очень простая. Вы смотрите фильм. Причем написано. Художественный. То есть, выдумка. Вы говорите. Нет. Это точно. Ну, вот это. А почему у вас на работе? А, нет, нет. Знаете, вот у меня на работе не так. А вот рядышком. В офисе. Точно как в фильме. Факт. Да. Это, наверное, зрение ваше формирует. Мне просто поражает. Поражает, когда вы начинаете мне рассказывать про СССР по фильмам. Ну, как вы не будете понять. Даже если смотрите советские фильмы. Это художественный выдумка. 100%. Сюжет. Сюжет. Ну, в свое время. Смотрите, какая ситуация. Вы же понимаете, что когда снимается фильм, и даже когда надо по сюжету снять квартиру, понятное дело, что есть такая вещь, называется мизансцена. То есть, когда действительно по сюжету очень желательно, чтобы герои или героиня приходили с комнаты у комнаты. Это есть свой нюанс. Ну, иначе. И зрители смотрят, говорят, нифига у них Хрущевка. Весь фильм по комнатам ходит. Ну, с точки зрения здравой логики, это невозможно. Хрущевка маленькая. Как можно так, причем говорить, да, это Хрущевка, это работяга, с работы пришел, дворец. То есть, он в фильме, комнаты, ну, просто смешно. Или говоря, работяга. Ой, работяга. Ой, работяга. По сюжету, мама мия. Ну, во-первых, в костюме. Но работяга в костюме, что ненормальный. За какие шиши он ее купит. Тем более, куда он будет с ним ходить. Машину не ходит. Стол за деликатесом. Но если это был секретарь рекламы партии, я понял бы. Но работяга откуда? Но это фильм. Это фильм. Ну, когда-то, помните, я вам даже рассказывал. Знаменитый фильм «С легким паром». Его почему смотрели? Смотрите, ну, в то время была такая мода. И в комедийных фильмах вставляли так званые советские шутки. Советские шутки. Помните? С легким паром. Про апельсинчики. Ну, в самом начале сюжета Шерби спрашивает. А апельсинчики есть и там вот. Это шутка. Это советская шутка. Советская. Не было апельсинов. Не было. Перед ногой фиг купишь. Но, понимаете, здесь было сказано так. Юмор. Советский. Понимаете? Ну, не говоря уже стол, который был в этом фильме. Это стопроцентная шутка. Стоп. Там фильм. Помните? Вот там, говорит, трюк. Вот это. Да, да. Рязан умел это делать. Ну, там же фига в кармане. Да. Вот это делал. Ну, Кинза-Зай – это вообще классика. Классика. Таких. Стопом над советской жизнью. Ну, это выдумка. В этом случае, когда вы начинаете рассказывать, тогда это потому что ненормально. Берите художественный фильм, рассказывайте. Это художественный выдумка. Ну, ладно. Черт с ним в Советском Союзе. А теперь смотрим дальше. Я не спорю. Американский кинематограф зафатил планету. Между прочим, не знаю, знаете или нет, в свое время даже Франции пытались сражаться. Там они что сделали? Они сделали так, что если американский фильм, налоги платишь. Если французский, налоги не платишь. Был такой момент. Был, был, был. Вот мне нет. Не сработало. То есть логика была следующая, что получалось французские фильмы ты покупаешь, тебе надо платить дорого. А французские без налогов, дешево. Не пошла. Не, начали больше снимать, но не сработало. Вообще, в свое время, чтобы правильно понять, самый крутой в мире был немецкий кинематограф 20-30 год. А американский кобубнов скопировали. А вот такой немецкий вообще считался, ну, довольно такой смотрящийся. Ну, американцы захватили. Да, фактически они убили немецкий, французский, итальянский, великобританский. Убили, убили. Можно по-разному к этому относиться. Вы сказали, в Индии фильмов больше снимаете. Да, больше. Там просто фильмы довольно специфические на индийского зрителя, они не международные. Китай довольно много снимает фильмов. Опять же, там очень много фильмов, которые вы смотреть не будете. Просто не будете. Не, вы начнете смотреть? Вот вам, что-то я не понял, а что это такое? Ну, это китайский фильм, да, это немножко другое. По этой причине, да, американский кинематограф задавил. Согласен. Теперь вопрос к вам. Ну, вы сами понимаете, художественный американский фильм. Художественный. Какой черт-то вы мне рассказываете, как хорошо за границей, хотя буквы большие художественные. Вы что, серьезно? Настолько глупы? Настолько, ну, я не знаю, башкой своей не думаете? Вы что, действительно думаете, что если пришли на работу в американскую ферму, что там только бездельничаешь и мешка мне не ворочаешь? Ну, все, это выдумка. В американской ферме так же самое робот, как в украинской. То же самое. Или в российской. Та же самая, зарплата маленькая, работа бестолковая, начальник сволочь. Все то же самое. Абсолютно. Ничего общего с фильмом. Но в фильме да. И вот у нас так плохо. А вот там, ребята, это фильм, это выдумка. Нет. Одни мало платят, а я в американскую ферму пойду, мне там оплатить будут. Кино. Кино, да. В жизни нет. Мало платят. Чертовски мало платят. До дурения мало платят. До изнеможения мало платят. Вы что думаете, что американцы кредиты набирают от хорошей жизни? Я много раз говорил, что есть такой показатель общего количества потребительских кредитов на ВВП. Ну, в Украине очень маленько, по сравнению с США. В США в 10 раз больше. При том, что у них, как вы понимаете, ВВП больше. Но у них вообще по большому счету посчитали, что общая сумма потребительских кредитов, ну, тоже на карточку, которая набрала население без ипотеки, превышает. То есть, грубо говоря, ну, вот, говорит вопрос, постойте, а вот как это погашать? Нормально, что-то там будет. Она превышает, понимаете? У нас нет, у нас меньше. У нас, ну, вроде бы много, но мало, мало. В России больше. В Европе тоже больше. Ну, показатель, имеется в виду потребительских кредитов, у нас небольшие показатели. Не, спорить не буду, в африканских странах меньше. Но в европейских у нас маленькие показатели. Довольно. У нас мало кредитов, мало. Там больше. Только не рассказывайте мне, что люди будут кредитов от того, что они идиоты. Нет. Потому что поблагят. Да, получают большую зарплату. Но классика жанра. Он получает большую зарплату, но ему не хватает денег купить продукты в магазин. Идет с карточкой покупать. Да, долг. Да, там вот эта схема, типа, что если вы платите за 10 дней, вам процент не отчисляется. Ну, это уловка, это используется, это не мы изобрели, это изобрели, причем и в США, в Евросоюзе давно это используется. То есть нельзя сказать, что если что-то мы изобрели, не, мы скопировали. В России то же самое. Тоже, знаете, льготный период. Ой, умалялась. Хотя, если вы внимательно посмотрите, там не так все однозначно. Ну, поймите, да, это уловка, уловка. И действительно, логика довольно простая. Да, действительно, зарплату в Европе выше, чем в Украине. В США тоже выше. Но и расходы выше. Значительно выше. И налоги выше. Значительно. По этой причине берут кредит. По этой причине, ну, поймите, вот представьте, снимает американский фильм, любовная драма, все такое. Ну, понятно, что по сюжету он же не будет. Свет так, ага, у меня лимит такой, так, чтобы не превысит. Да, и тут любовная сцена. А тут говорит, стоп, 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 стоп. Так, девушка, стой. Значит, так, ага, у меня столько, так, ага. Так, если я сейчас заплачу за кофе, за... Ой, лимит, превысит. Не, не могу, девушка. Ну, 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 как себе представляет. По этой причине, да, по сюжету, просто немерено, просто. К любимой девушке он полетел на самолете, ах, билет он как купил. Ах, нет, как купил. Билет довольно дорого стоит. По карточке, да. А, а, ага, ах, он бросился к любимой девушке. Ах, он купил ей дом, купил ей яхту, все, чушь, чушь. Это в кино, в жизни это сложно, архи сложно. Действительно надо иметь большие деньги, чтобы так себе позволять. Вообще, ну, вы сами понимаете, что, ну, американский метод вообще немножко, ну, как им сказать, он зрелищный. Он действительно зрелищный, и там довольно часто используют вот эти трюки, когда вам как бы подталкивает, почему его так он популярен. Многие ругают, что американские кинематографы бездарны с точки зрения диалогов. Можете поспорить, можете нет. Да, там бывают фильмы, диалогов как-то, их нет. Диалоги бездарны. Сюжет. Да, ну, смотришь же, значит, нормально. Да, такая ситуация. Ну, естественно, когда вы начинаете им рассказывать, что у нас взяточники там нет. Ну, ребята, ну, фильмов меньше смотреть надо. Вы что, действительно считаете, что в Америке вот так вот можно действительно человека, ну, как в фильме показано, посадить за взятку или это? Вы что, стебетесь? Вот вы наши фильмы видели там про детектива и так дальше, да? Вот если смотрит человек, который работал, он ржет, ржет. Блядь, чушь. Потому что, помните, ни в одном детективном фильме, ни в нашем изображении, никогда не показывает настоящую работу. Ни следователя, ни опера. Очень часто путай. То есть, он говорит, что я следователь, а он занимается тем, чем занимается опера. Он не может, он бы по штату не положен. А он этим занимается. Брятен, как, что, где. Вообще, работа следователя, она довольно нудная. Это, по большому счету, что-то наподобие бухгалтера. Ну, посмотрите, там, 10 серий показывает, как бухгалтер там заполняет документы. Зритель сдохнет. А нет, он следователь думает. Как и черт тут думает. Бумажка за бумажкой. Одна из причин, почему действительно, говорите, вот, коррупционеры захотели посадить. Ребята, а как доказать, зараза? Объем работы колоссальный. Следователя физически не хватает сил. Даже если бригада следователей, они понимают, не, 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 черт с тобой. Давай мы спустим это все на халатность. Это проще. Потому что доказательную базу мы не вытянем. Не вытянем никогда. То же самое и в Украине за рубежом. Это та же одна ситуация, когда действительно, чаще всего, ну, договариваются так. Давайте мы сделаем там. Даже когда вы видите, вот, стоят, типа, министр, шел в отставку, потому что он на самолете полетел с любовницей. Чушь собачья. У него рыльца Пушкова, вот так вот. Ну, доказать взятку сложно или доказать откаты сложно. Ну, они так в тупую не берут. Там уже сел в отрас. Но вы же понимаете, что интергейс-со существует. И ее утопали. Ну, тут договариваются. Давай там, так, мы утопаем, но мы что-то продумаем попроще. Любовь, там, самолет. Потому что, ну, понимаете, как-то некрасиво все-таки уходишь в отставку и украл миллиард. Никогда. А так вот, небольшое нарушение. Ах, 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 ах. Вы что, действительно считаете, что там нет откатов? Вы что, действительно считаете, что американцы платят на луфе, потому что они такие идиоты хотят платить? Прекращайте. Они боятся. Ну, там, действительно, просто система немножко дурноватая. И, действительно, могут за неуплату на луфе дать два или три года пожизненно. Не года, пожизненно. Срок. Не, ну, серьезно. В Украине такое не может быть. Боятся. Чертовски боятся. Там, действительно, ситуация, когда вот выкатывается такое письмо счастья с налога и чаще всего платит. Можно судиться. Но знают, что это дорого, сложно, проще заплатить. Причем, бывает ситуация, когда налога просто ошибается. Ну, начисляет вам, хотя вы не должны. Ну, лучше заплатить. Да, вот такая США. Вот такая вот. Не, вообще, по большому счету, чтобы вы немножко правильно поняли, гражданин США быть паршиво. Лучше быть, ну, не-не, можно деньги в США зарабатывать, но гражданство лучше иметь в другой стране. Ну, вообще, очень классно, очень классно, когда у вас, к примеру, вы гражданство, ну, к примеру, к примеру, вот entreprene, какую вот такую, ну, может, в Швейцарии хотя бы, Австрию, да, там, там хитрость. И тогда там. Там заработали, а тут заплатили. А тут да, да. А, трудяй- трудяй. А, это да, хорошо. Ну, кто бат и так и делает, между прочим. И так действительно, такие художества Вытворяют Ну и опять же ситуация Ребята, ну я понимаю, что Действительно в фильмах очень часто Показывают, даже когда политика и так дальше Яркий, красивый Умный, благородный Вы что, вообще в своей уме Приходит министр на работу Потому что делать нечего Кроме как переживать про вашу зарплату Или про вашу пенсию Что ты больной что ли Ну вот вы Почему вы не переживаете Когда пришли на работу За то, что ваша фирма стала Самая богатая в Украине В России в мире Почему? Не понял Ну и что, от министра требует Ну да Министр занимается чаще всего Бюрократией, интригами Бюрократией, бюрократией, интригами Бюрократией, интригами Махинациями бывает Бывает бюрократией, интригами Чаще всего министра Столько работы Что ему некогда Заниматься Вашей зарплатой И вашей пенсией Плевать он на это все хотел Потому что история знает Массу случаев Когда действительно Ну там В результате какой-то Организационной работы Ваша пенсия срастала Мало Бойся Бойся хотим Не работает Зарплата выросла Мало Бойся хотим А вот яхту хотим А? По этой причине Обойдетесь Не Вообще По большому счету Для любого министра И так далее Человек Который Депутат И министр Самое главное Это Пиар Да Чаще всего Действительно За это платят Там есть Определенный Пиар Антипиар Но это Не более чем Интрига Интрига Ох Интрига Сильно Там надо Подставить Подвернуть Зайти Поздравить Отнабр Отопить Но про это Понимаете как Бывает Фильмы Ну вот вы знаете Вот фильмы Но опять же Показать настоящие Интриги Не интересно Они Как вам сказать Они очень яркие Не очень красивые И они вам Вообще Будут непонятны Вообще Непонятны Вот вам Представьте Как показать Как Министр Делает так Чтобы не подписать Этот документ Чтобы не было Его подписи Да нудно, скучно. Нет, у меня есть своя технология, она довольно такая длительная. Да и вы не поймете, а в чем же смысл? По этой причине, да, снимается комедия и показывается, как Вершави решили власть. Но это же комедия, это выдумка. Действительно, так не бывает. Так что, когда мы говорим, как кино, да это кино. А жизнь, это другое. Вообще, по большому счету, скажу так, что, ну, жизнь сильно не отличается, ну, обычная жизнь, обычных людей. По странам, континентам, сильно. Нет, там есть свои, понимаете как, есть свои проблемы, есть свои плюсы. Но так не бывает, что вот только хорошо. Нет, есть другие проблемы. Просто говорю, что там вот, понимаете, какая ситуация, смотрите, Африка. Да, конечно, налог можно не платить, но два проблемы. Понимаете, действительно, в некоторых случаях не хватает проекта питания. Да, США, все замечательно, страшная вещь, налоги. Плюс ко всему, ну, перегиб, очень сильный перегиб диспропорции, доходов-расходов. Ну, имеется в звуковом варианте. Есть кучка богатых и большое количество бедных. И пробиться туда практически невозможно. И да, вы понимаете, что вот вы можете, вот старайтесь, но вы понимаете, что вы миллиардером, миллионером никогда не станете. Есть такой нюанский, есть, есть. То же самое в Украине. Ну, конечно, шанс стать миллионером, долларом можно. Шанс есть. Но можете не стать, а можете стать. Вы, по большому счету, поймите, чаще всего в жизни вы достигаете то, что вы хотите. Ну, серьезно, это серьезно. Очень часто вы, конечно, на словах, можете говорить одно, но планочку вот такую поставили, вот, и все. И вы ее достигли. Маленькую. А почему? Ну, там, да, 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 да. Ну, это ж реальная жизнь. А вот кино, красота. Пошли на работу. И шли по улице. Раз. Миллиардером встали. Зашли в кафе. Раз. Еще миллиард заработали. Потом прошлись. Или зашли. Гениальную мысль придумали. Оп. Кино. Обычное кино. Обычная жизнь более простая. Но я обращаю ваше внимание, что жизнь не только сейчас. Она была раньше, будет потом. И всегда люди будут завидовать. Всегда будут хотеть большего. А получать то, что заслужили. Всегда будут рассказывать, какие они хорошие. И как плохо им, а как хорошо там. Это даже будет. Зависть. Зависть и желание ни черта не делать все иметь есть. Но самое интересное, что я вам когда-то рассказывал, что поймите, вот вам это кажется чепуха? Вот представьте, вам дали в наследство, перепал наследство. Давайте так, 5 миллионов долларов. Это вам кажется сейчас. Нет, ребят, не так все просто. Ну, во-первых, первонаперво, да, вы что-то себе купите, но не так много, как вы говорите. Потому что 5 миллионов, да, да, да. Сразу вот так. Это ж надо их где-то, где-то как. Банки. Мне доверяют. Мой процент маленький. Не, а в каком банке? Где, куда, как. Инвестировать, ой, инвестировать, а куда мяснее, не сюда. Ой, ой, а где туда-то, да. Я говорю, что вы даже себе представить не можете. Вот если человек действительно большая сумма, у него всегда вот такая немножко нервозность. Ну, нет, у вас 5 миллионов. Вы не идете к институционному консультанту. Не идете, вам он не нужен. А если есть, вы идете. Мало того, вы же понимаете, их много. И как бы они разные. И вот как к врачу вы идете, так здесь начинается вот это. А если у вас 5 тысяч долларов, проще распорядиться. Мало, да. Но зато проще, ребят. А с 5 миллионов, ой, как сложно. Так что, вот видите, как получается. Вы завидуете тому, у кого 5 миллионов. А он в определенной степени завидует вам. Потому что, ну, скажем, у нее такая головная боль. Что мало, причем же, что эти 5 миллионов потерять, обидно. Там-то не то слово. А когда 5 тысяч потратить, ну, обидно и не очень. Ну, все. На этом видео о кино закончили. Ну, а вы со своей стороны можете написать комментарий. Как вы с помощью кино формируете свое мировоззрение. И какие мифы для вас стали популярны. Все.